Девчонки, мальчишки, всем привет! Сегодня 23 августа. Я только пришла домой, бегала в аптеку. Посмотрите, какое у нас небо. Только прошел дождь. Я попала под дождь. Видите, голова мокрая. Пришла, переоделась, только чай попила. Но все равно передавали сегодня небольшой дождик. О, небо, видите, тучи какие. Ну, вроде как, опять тепло, хорошо на улице. Само то, не жарко, не холодно. Шикарно. Погода шикарная. Вот такую погоду я просто обожаю. Девочки, я в платье домашнее стою. Но там, конечно, тучки идут. Куда я ходила, я бегала, девчата, на боляйку. В аптеку. Мы вчера же были с Верой в аптеке и забыли купить маркизу от глистов. Я пошла в нашу аптеку, купила Вермокс. Мы с ней выпили по таблетке. И одну четвертую дали маркизу. Маркизу, потому что я спросила там, говорю, можно же коту дать в аптеке. Она говорит, да дайте четвертинку и мне дайте. Сейчас была подружка, Вера, она говорит, да не корми его теперь вот часа четыре после таблетки. Я говорю, хорошо. Он, он вышел, лежит там. Сейчас я повернусь, вам покажу его. Хочет кушать. С ночи вон он сидит, видите. А я присела на качелю. Вон он. Мяу-мяу-мяу, кушать хочет. Он ночью сидел на улице сегодня. Я уходила, он сидел там на козырьке под крышей. Домой пришел, Вера его хотела покормить, а я говорю, Вер, не корми его. Сейчас потравим ему глистов, дадим таблеточку, а потом уже покормлю. Не умрет. Сидит, сидит мой мальчик. Но хочется, чтобы он не болел, чтобы уже не одолевали его эти глисты. Где он их поймал, непонятно. А я побежала, еще Вера говорит, мам, возьми зонечки. Я говорю, не буду брать. И так оттуда же пешком идешь, и не с пустыми руками, девчата. Пошла за одними. Ой, как сесть-то мне, вот облокочусь, наверное, девочки, на спину, спина болит. Пошла же в аптеку и думала, зайду, куплю сыру, убрала сыру для пиццы. Вера хотела пиццу, а мы его съели с чаем, с бутербродами. Что-то я брала небольшой кусочек. Ну, думаю, зайду, сыр куплю и колбаски. А сама пришла, дождик уже начался на Баляйке. Там рыночек. Я вам как-то показывала в прошлый год, по-моему, в обзорах этот рынок. Ну, неплохой рынок. Ну, гляжу, овощники стоят. Я купила овощей. И, девчата, знаете, что я купила? Молоки. Молоки. Гляжу, прям свежайшие. Сейчас будем готовить с вами молоки. Я как-то говорила, как я готовлю молоки. Я готовлю так, девчата. Лук, морковка и молоки. Больше ничего. А гарнир я сделаю. Знаете, что я сделаю? Гороховое пюре. Музыкальную кашу. Девочки, Вера у меня любит горох. Она и супы гороховые любит, и пюре гороховое любит. У меня половинчатый горох. Сейчас, пока будем делать молоки, я залью, помою и залью горох. Он буквально чуть-чуть постоит. Минут пятнадцать, не больше. И поставлю его варить. Сварим пюрешку. Ну, вроде он лежит так. Спокойно дался нам. Я говорю, Вера, держи ему руки. Валерка держала задние лапки. Вера, передние. А я вот так открывала ему рот и вливала с ложечки. Размяла в ложечки. Ему держу и влила. Ну, правда, мальчик перенес экзекуцию. Спокойно. Молодец. Девчат, всем хочу выразить от души спасибо. Огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши советы вот по поводу болезни Веры. Я все-все выписала вот эти рецепты, кто мне дал. Я все написала на бумажку себе. Я сегодня полистаю еще в интернете, девочки. Вот за укол, конечно, я боюсь, как укол колоть ребенку. Я вообще, знаете, как у меня, ну, очень ответственно подхожу к лечению детей. Я буду лечить, вот как врач выписал, я буду лечить строго по часам и по графику, как говорится. Но вот что до себя, не люблю себя лечить и могу просто, знаете, так наплевательски отношусь. Вот единственное, я сердечно пью свои лекарства после операции. То уже как у меня завтрак и как ужин. Потому что без них просто, ну, мне нельзя. Не буду жить без них, короче. Сосуды плохие, все забитые. Вот поэтому пьешь. И пью я утром 3 и 3 вечера. Ну, иной раз как-то вот забываю, но стараюсь не пропускать ежедневно. Очень редко могу пропустить, очень. Веря сегодня ручку намазала. Одной рукой она умывалась. Я говорю, той вот второй ручкой умывайся. Эту ручку мы протерли, намазали. Потом уже вот сейчас пришла, я ей помазала. У меня крем. Есть очень хороший после дойки. Вот так он и называется, по-моему. Я покупала его в фикс-прайсе. Девчата, там, знаете, коровым вымемажут. Вот от трещин, от всего. Я говорю, в течение дня давай мазать вот этим кремом. Чтобы, ну, руки как бы не были сухие, были защищены кремом. Хорошо, у меня их три тюбика дома. Но попадется, я еще куплю. В фикс-прайсе брала девчата именно его. Ну, мам, мы пойдем к этому, к Сашке, в гости с Валеркой. Валерка девчонка не живет, у нас дома живет. Она на два года старше. А Саша, ну, почти на год. Они в одном году, только в разных месяцах. Он в августе вот, а моя будет в феврале. И мы немец, вот разница у них. И этому вот в августе 28-го Саше будет 15 лет, а Верочке будет 17-го февраля 15 лет. Но они дружат с самого-самого детства, как они вот купили здесь дома. Вера у меня маленькая совсем была. Лет, наверное, 8-7. Вот они приехали сюда. И мы с той порой дружим. Семья такая хорошая, я знаю их. И Валеркину семью знаю. У нас на Сотке мало детей. Мало. Такие уже детки, кто повырастали, они уже взрослые. А остальные детки, они, наоборот, второй, наверное, третий класс. Вот такие вот детки. Больше-то и деток-то нету. Или совсем махонькие. По два годика. Вот такие. Поэтому моя дочь дружит с нашими детьми, с нашей именно Сотке. И моя душа, девчат, зато спокойная. Я не переживаю, я знаю эти семьи. Никуда они с Сотки не уходят, они гуляют. Вот или у Валеры, или у нас, или вот у Саши. Сейчас пошли к Саше. Я говорю, ну идите, только отзванивайтесь, чтобы все равно были на телефоне. Вера, она у меня уже знает, что часто-часто должна быть на телефоне и прозванивать маме. Я ей сколько говорю. Вера, раз там в час позвони. Мам, вот я там-то, там-то, там-то. Все со мной хорошо. Больше мне ничего не нужно. Правда, интересно, облака такие красивые. Девчат, я вам сейчас покажу. Прям красивые. Вы посмотрите на небо. Смотрите. Разве не красота? Птички поют. А меня там накрыл на рынке дождик. Я шла под дождем. Пришла, видите, у меня голова мокрая вся, насквозь была. В джинсовых бриджах я была и в кофте вязаной. Ну, тонкой, летней. Все промокло. Но шла так хорошо, тепло. Вон, какие вон. Сейчас видела на рынке грибы, девочки, белые. 500 рублей, кучка. Я не знаю, там может быть килограмм. Я не спрашиваю, я не понимаю в грибах. И не покупаю. Отравилась грибами. И поэтому я даже, даже не интересуюсь, не ем. И вот сколько мне предлагали. Тань, возьми, мол, баночку там законсервированную. Именно консервированную травилась. Никогда не возьму и не ем. Боюсь, девочки, боюсь. Просто боюсь. Вон, видите, облака. Оттуда вот идет темнота, чернота. Че ты, маркизка? Дождь прошел, столько этих комаров. Это ужасно. Комаров кучи, кучи. Сейчас покажу вам зелень. Какая у нас буйствует зелень, девочки. Смотрите, как все зелено. Вон там облака какие идут. Комаров куча. Вот деревья. Ветра нет. Посмотрите. Видите, наша природа какая. Вот деревья спокойные стоят. Вообще спокойные. Вот так. Вон мои ромашки. Пойдемте готовить. Будем делать молоки. Маркош! Какой он красивый. Он такой худенький стал, девочки. Просто похудел мой котик. Тоже с этой болячкой, да, Маркиэша? Ти моя сладенькая. Ах ты! И он весь полинял. У него весь пух ушел. Весь. Ну вот, об ноги, об ноги мне трется. Пойдемте в дом. Пойдемте в дом. Посидела немножко. Пойдем в дом. И начнем готовить, девочки. Ну вот, девчата. Называется, я сходила в аптеку. Я купила помидор. Помидоры домашние брала у участников. Девочки, цен не знаю. Вот пакет помидор купила. Пакет свеклы. Свекла тоже замечательная. Бордо. Просто, знаете, хочу отварить, с чесноком делать и с майонезом. Я люблю так. Взяла моркови. Морковку сейчас будем чистить. Сразу я отложу. У меня вот такое ведерко, куда я все очищаю. Потом выношу там в ямку, сбрасываю. Вот две большие морковки. Две большие. Эту берем. Кот бегает, мачит. Одну перчину взяла, девчата. Потому что они едим. И лук несла. Самое главное, что я взяла, так это молоки. Это я все сейчас уберу. И это оставлю нам чистить, готовить. И вот купила пакет молок. Сейчас я их выкресу. Будем готовить. Свежие, прям вот видно, что свежайшие молоки. Это лососевые рыбы красные. Вот они уже подставят. Я боюсь ему дать. Валерка сказала, что не давай ему. Часа четыре еды. Лекарства только дали коту. А он ходит за мной, девочки. Я уже спрятала молоки, знаете, в духовку. Чтобы они ему не мозолили, как говорится, глаза. Вот они свеженькие. Я буду резать. Вот эти большие я порежу. Потому что Вера моя, она такая еще привередливая девушка. Не хочу, не ем. А потом как-то попробовала. Говорит, о, вкусно. Я говорю, чтобы знать, что это вкусно, нужно пробу снимать. А не говорить сразу, что я этого не ем. Вот. Вот набрала и тащила эту сумку полную, девочки. Не стала уже ни колбасы брать, ни сыру. Но мы не умрем. Там есть на ужин ей бутерброд сделать. Сосиски у меня целая упаковка. Она просто в морозилке заморожена для пиццы. Завтра, может быть, я с утра сбегаю в светофор. Именно за сыром и за колбасой. Вот. Ой, замороженная, девчата. Мерзлая, мерзлая. Холодная, холодная. Сейчас я все почищу. Морковку, лук. И эту помою молоки. И порежу их. Приготовлю, потом будем готовить. Горох я уже замочила в кастрюльке. Будем делать гороховую. Хотите каше назовите, хотите пюре, как хотите. Вот у меня кастрюлька небольшая. Вот горох. Вот так вот в кастрюльке у меня. И замочила. Видите, что кот? Кот просит, просит. Вот она сейчас в одной воде помыла, в другой. Немножечко постоит. И уже поставлю я варить. Нет, не дам ничего. Тебя сказали выдержать 4 часа. Бедная. Но 4 ты не выдержишь, конечно. Я почищу, девочки, все. И включусь. Ну вот, девчата, я уже горох поставила. У меня вот он вот-вот закипит. Надо приоткрыть, чтобы не убежало на плите. И молоки приготовила. Я их помыла. Они же длинненькие. Я их нарезала вот такими кусочками. Сейчас увеличим. Сейчас, девочки, сделаю, чтобы вам видно было. Молоки я прям порезала вот такими кусочками. Вот, чтобы было. Сейчас порежу лук, морковку. Почистила, все. Тут у меня головка и там, по-моему, в холодильнике еще половинка есть. Я это все запущу сюда. Пожарим. Я что-то сегодня была на рынке, девочки. Но из-за того, что дождь так вот пошел быстро. Все пробежало быстро-быстро. Даже по ценам мельком глянула. Помидоры у нас свежие до 200 рублей за килограмм. Я брала, помню, помидор по 150 рублей. Это помидоры. Огурцы дешевле. Свекла вот такое все. Морковка. Что-то тоже по ценам не дешево. Не скажу, что дешево. В общем, у нас все дорого. Но из-за дождя, я говорю, я бегу прям. Поэтому я буду в следующий раз на рынке, на овощном именно. Я засниму цены вам, девочки. Чтобы вы посмотрели, какие у нас цены. И сравнили со своими ценами. Ну, дорого, конечно. Еще и все затоплено. В этом году будет зима. Продукты будут очень дорогие, видать. Потому что позаливала. Я смотрю, вот находка плавает. Там аж чрезвычайное положение было. Уссурийск тоже плавал. Ну, Владивосток тоже не минует та чаша. У нас мизины всегда. Всегда девочки плавают. Сразу же. Вот. Поэтому огороды-то затопило. Что в них будет, не знаю. Даже если что и будет, оно не будет храниться зима. Вот в чем причина. Оно не сохранится. Не знаю даже, как картошку покупать на зиму. Скорее всего, не будем покупать. А если купим, то совсем мало. Боюсь, что купим, а она пыхнет из-под воды. Она начнет портиться. Взлет на ходу. Вот это вот. Не хочется. Угород у меня уже закипел. Ой, лук злой. Ой-ой-ой. Пена пошла. Сейчас, девочки, я быстро-быстро пенку сниму. Что-то прям за облаку в тел. Запыхтел. И печку убавим. И мыло-мыло. Вытаскивала все вот эти вот черненькие. Недочищенные, которые горох был. Я все-все перебрала. А пену дал сильно. Сейчас поснимаем. И пусть он варится. Вера, она любимая каша была. Маленькая она у меня была. Она любила горох. Пюре. И суп гороховый. А сейчас у нее любимый гречневый суп. А из каши рис. Рис она любит. Так. Это я сейчас вылью пенку. Вот. Сейчас, девчонки, еще мешану немножко. Чтобы не прилип горох коду. Пусть он у нас варится. Томится, так сказать. Мама моя всегда так говорила. Томится. Пусть потомится. Ну, пусть он потомится. А мы будем морковку резать. И, девочки, начну жарить. Я сегодня даже дочери не звонила. Некогда было. Пока пробежалась. Пришла. Чаю попила. Я, кстати, сегодня даже и не сушила. Вера сегодня смеялась с меня. Мама говорит. Тебе надо худеть. А я говорю. Ой, надо бегать. Пойдем, говорю, вечером бегать. Она говорит. Куда? Я говорю. Ну, куда, куда. О, надо открывать, девчата. Убегает мой горох. Пена идет. И все. Что ты будешь делать. Почему такое происходит? А я говорю. Что, мы не найдем, где бегать, что ли? По нашей сопке вон. Не надо с голубом бегать. Потихоньку ходи. Быстрым. Быстрым шагом. А мы много сидим, девочки. Что, вяжем? Вяжем, вяжем. Это же все происходит сидя. И организм как бы застаивается. А нужно действительно больше стараться ходить пешком. На автобус стараться поменьше садиться. Вера говорит, я буду в школу ходить пешком в этом году. Но у нас пешком, нормальным шагом, я же ее водила в школу с 1 по 5 класс каждый день. Утром водила, провожала до самой школы, до раздевалки. И вечером я ее забирала, девочки. Полчаса ходьбы. Там меня спрашивали, далеко ли школа. Как вы, мол, со своей горы спускаетесь. Девчата, мы спускаемся с горы буквально 10 минут. И я внизу на остановке. Остановка от нас прям вот на трассу я вышла на дорогу. И там остановка автобуса. В любую точку города я сяду и уеду. У нас школа находится в двух остановках. ДСК остановка и Бачурин. На Бачурине она выходит и шагает вниз. 5 минут как бы назад возвращается. Там рыночек есть. Вот рынок, она проходит, и напротив рынка сразу находится наша школа. Вот. Вот когда я ходила, я даже не поправлялась, девчата. Ну, как-то гончая бегала. Утром в школу и в сопку вверх. Потом днём в магазин. Ребёнок в школе. Я в магазин с сумками опять в сопку вверх. И вечером опять в школу и с Верой домой. Конечно, будешь стройняшка. А сейчас тоже девчонка у меня с пятого класса ходит сама в школу. Один год у нас был такой, знаете, дождь зимой. И, помню, обледенела вся сопка. Мы ходили пешком объездной дорогой. Мы спускались. Там вот, где мы напрямую ходим, это тропа получается. Ну, дорога. А есть ещё объездная дорога, где ходят машины. Вот мы по той дороге с ней спускались. И только тогда шли к остановке. Потому что по этой дороге всё было во льду. Ну, страшно было спускаться. Молодёжи-то не страшно. Они вам под задницу положат себе какую-нибудь картонку и съедут. Или на ногах прям съезжают мальчишки. Они ничего не боятся. А в моём-то возрасте, конечно, я боюсь. Я боюсь упасть, сломать руку или ногу. Вот это вот. И то я там падала, девчата. Раз так упала внизу сопки. Только ногу вверх подняла. Попала на лёд. И так упала лицом, вот переносица, об землю. У меня очки разлетелись. Я тогда переживала. Как бы не было синяков. А очки прям сломались, девочки. Я же круглые сутки хожу в очках, только не сплю в них. И они где переносятся сразу. И половина очков остались на мне, а половина улетела куда-то в кусты. А я думаю, да что толку их искать? Уже всё, очки-то разлетелись. Очки, как сейчас, по-моему, были. Хамелеон. На улице они тёмные были у меня, стёкла. А в помещение заходишь, они становятся белые. Ой, артистка падала, девчата, падала. Вон тоже с Верой ходили. Тоже я падала. Она говорит, мама, я говорю, Вера, когда падаем, уже расслабляемся. И падаем, чтобы, знаете, мягко приземлиться на одно место. Так, я нагреваю сковородку, ставлю, девчата. Пускай она нагревается. А горох поставлю на троечку. Он у меня кипит вовсю. Вовсю. Вот. Кипение идёт. Чё-то очищала, очищала. Вот какой-то этот раз мне нечистый горох привезли. До этого всегда был такой чистенький. Никаких этих, шкарлупок на них нету вообще. А это вот я... Ну, вот эта оболочка чёрненькая, она попадается. Вот. Вчера зашла, баночка масла была в фикс-прайсе, Рика. А высоко стояла, я не достаю. Там девушка была. Я говорю, девушка, достаньте мне, пожалуйста, масло. Она мне достает. Я говорю, масло очень хорошее. Она говорит, да? И я возьму. А я говорю, она последняя. Одна банка. Я до этого Мелагра, что ли, купила две бутылочки. Ну, а тут говорю, Вера, давай возьмём масло. Всегда идём, девчата, всегда. И покупаем пустыми руками, домой не идём. Чтобы что-то понемножечку. Ну, вот у меня морковки получилось порядочно. Морковка и лук вкус не испортит. Я очень люблю, чтобы было везде морковки много. Я, знаете, даже вот могу картошечку отварить целенькими кусочками. Морковки с луком потушить, как бы обжарить. Полить эту картошку без всякого мяса. Сесть и поесть. Если это зима, то, конечно, ещё сюда капустки солёные. Тоже с лучком нарезать, маслицем полить и сахарком посыпать. Это настолько вкусно. Вот это вкусно. Вот. Ну, молоки тоже будут вкусно. Это вкусная вещь. Сейчас нагреется у меня хорошо. И мы будем вперёд пережарим, а потом туда прям молоки будем бросать и их обжаривать. А я пока налью, наверное, кофе, девочки. Вот, девчата, моя кастрюлька тут готовится. О, ой-ой-ой, масло накалилось. Сейчас будем зажарку бросать. А я пью кофе потихоньку. Прям потихоньку. Мне там писали девчат, Таня, пьёшь кофе много? Я говорю, нет. Нет, девчат, я очень редко его пью. Совсем. Я не кофеман, я чаёвщик. Чай я могу пить. Я воду практически не пью. Вот это плохо. А вот чай я люблю. Чаи, чаи, чаи. Это моя слабость детства. Вот. Сейчас будем жарить молоки. Я вчера весь вечер занималась куртой своей, девчата. Попришивала пуговицы. Померила, как она мне нравится. Наташину курточку тоже прям красивенная получается. Но там не пришивала, пока я пуговицы не стала. Я кое-что там ещё попошила. Сверанных вещичек. То, что стираю, где там надо прошить. Я откладываю, допустим, где пуговка оторвалась. Или где шовчик там лопнул. На её вещах. И они лежат у меня. Я говорю, господи, сколько же будут лежать, не могу никак я всё это попошить. Одни ещё там шортики её лежат. Тоже надо прострочить на машинке. Я наживила всё на руках. А сегодня надо машинку занести. Или прям на веранде её там открыть, старую свою машинку, и прострочить. Хотела сегодня постирать, но не получилось. А погода вроде бы как можно было бы постирать. Ну, не страшно. Я думаю, завтра, может быть, полношко будет. Тогда я займусь стиркой. А сегодня утром Верочкин с ветерок, девчата, сшила плечики. Сшила так, на одно плечико, на спицах было, и второе плечико, на спицах. И вот так же вот с двух спиц провязывала одну петлю и одну петлю в одну. Две петли крайние, в одну петельку и закрывала. Шов получился красивый. Вообще, её свитер мне очень нравится. Девочки, кто хотел, там вот схему по свитеру, вот именно по этому свитеру, там широкие схемы, оно так называется, по-моему, широкие листья. Я выставила фотографию прям со свитером и отдельно схему в Однокласснике. Закадите, кому надо, берите, распечатывайте, вяжите. Кто понимает схему. Кто не понимает, я сегодня... Сейчас готовим всё. И вечером я, конечно, сниму видео, рисунок. Прям провяжу на камеру рисунок вот этот со свитера. Чтобы он был у меня на канале. Ну и кто только учится, за мной повторит этот рисунок. В изделии смотрится... Листики вообще не красиво смотрятся. Красиво. Буду сейчас курткой заниматься. Вот свитерок довязываю и Наташиной курткой. Мою куртку я померила так хорошо она. Воротник хорошо. Там мне надо ещё маленькую пуговку. Посмотреть свои пуговицы. Помельче такую пуговицу. Девчата, под воротничок. Но я вам покажу потом, как... У меня там петелька есть. И под воротничком я пришлю пуговку. Когда будут сильные, допустим, ветра, то можно будет вот эту дополнительную пуговку под воротничком застёгивать. И получится как бы воротничок, вот так вот он будет сложенный пополам, как стоечка. Никакого шарфа уже, то есть, не понадобится. Ну, сегодня Вера вот убежала. Видите? Не сфотографировала меня. Я надеюсь, что завтра попрошу её, чтобы она меня схотала в этой куртке. На видео, коротенькое видео сняла, как она на мне сидит. Девчата, я обязательно покажу. Мне уже хочется, знаете, как было бы холодно, я бы одела её и форсила. Единственное, вот там, что меня смущает, как бы рукава там, ну вот, вот так вот доходят. Не вот до сюда, до самой пести, а вот так. И думаю, если их укоротить, а если я тёплую кофту под ней надену, а рукав поднимется. Вот и думаю. Наверное, укоротить всегда можно, я так думаю, правда, девчата? Если уж будут они длинные, по ходу носки, тогда там ничего страшного, они сверху не связались. Можно просто распустить к ним несколько рядков и всё. Ну, это будет видно в процессе носки, действительно. А так нравится Наташина куртка, вообще мне очень нравится, как ложатся петли, как вот сама, получается, полотно. У меня... Ой, комар залетел. У меня остаётся бирюза, вот от моей куртки, там тоже остаётся. И остаётся от Наташины останется. Я посмотрю, сколько у меня будет в итоге всего. И тогда скомбинирую, свяжу Кристине курточку. Будет тоже шикарная куртка. И, возможно, также кукурузкой попробую. Если хватит с капюшоном, то, конечно, я и свяжу тогда с капюшоном, девчата. Пряжа очень понравилась. Это Нака Арктик. 100 метров на 100 грамм. Шикарная пряжа, девочки, просто шикарная. Варись, варись. Варись, варись. Горох уже почти мягкий. Сейчас, минуточку. Я вот сегодня не вязала ни одного... А, ну почему? Плечки я. Вот только закрыла, наверное, свечи. А завязать прямо что-то очень хочется. Я себя, девчата, сдерживаю, чтобы не завязать вот ту кофточку Лилии-то. Но надо добить вот куртку, свитер и шаль. Три процесса. И у меня же еще один лежит долговяз. С шикарина. Там, когда я вязала вот эту кофточку, помните, получился плед. Он же лежит. Надо его тоже вязать. Ну, потихоньку буду вязать все равно. Хочется крючок уже. Вот я спицами вяжу. Но хочется что-то в крючку. А от крючка быстро устают глаза. Все, пускай жарится. Еще. А я пойду гляну, куда мой котик пошел. Я же ему кушать ничего не дала. И он побежал на улицу. Сейчас поймает какую-нибудь мышку. Пришла девочка Вера. Сейчас я ей нагрела свекорник. Посажу девчонку кормить. И мы с вами будем продолжать готовить. Ну вот, девчонки, у меня уже лучок хорошо обжаривается. Вот каша моя гороховая. Разваривается совсем. Пускай она... Сейчас на единичку прям ее включу. И пусть она млеет. А мы будем сейчас кидать. Я поела, если остаться все. Хлеб он тут пакетик сложить. На окошке пакетик. Видите, чтобы лук немножко поджарился. Ну и морковка, она тоже обжарится. И сейчас я буду уже сюда добавлять молоки. Посиди тогда на этой, Вер. На качели. Это сейчас Саша прилетит. Ну вот молоки забрасываю. Вот даже там есть непрорезаные. Я их все сразу. Они же ужарятся сейчас, девочки. Ну это вкусное блюдо. Можно валять в муке, как рыбу жарить. Можно. А можно вот так, как я делаю. Это уже кто как любит. Я раньше жарила в муке. Валяла длинненькими вот этими. А потом как будто я попробовала. Вот так сделано блюдо. Мне понравилось. И мороки меньше. Порезал. Обжарил. Они быстро обжариваются. Сейчас присолим. Вот сок что дала. Видите, вода все равно мылая. Так, это пусть стоит. Это я помою. Так, печку сразу. Вытираю, капнула. И накрываю, девочки, пока крышкой. Сейчас я вымою чашку. Я все по ходу делаю сразу. Девчонки, я уже мешаю. Видите, они цвет меняют. Молоки быстро готовятся. Очень быстро. Вера поела. Все, дети за ней пришли. А волос побежала гулять. Вот только я кусок не разрезала. Но ничего, мы его потом уже обжаренный переломим. Поломаем. Сейчас я присолю, девочки. Сольки. Сольки, сольки. Она прибежала, тут же Саша на маму звонит. Что, Вера убежала, обиделась. Я говорю, на кого? На Сашу, что там играли они. Сольки добавила. Кто любит, может нам перчик добавить. Я не буду, потому что Вере специи сейчас нельзя. А мы же везде ложим, девчат. Надо как бы уменьшать сейчас все это. На улице распогодилось. Вот дождичек кратковременный прошел. Он такой хороший был сегодня дождь. Я сегодня поднималась тут по тропке. И тропу надо косить. Я же только до конца огорода прокосила. Хоть бы завтра не было дождя, я тогда пойду от самого низа, от трапика, буду косить тропу. А то там такая густая-густая травка выросла. Это вообще никто не косит. Никто. Такое ощущение, что все ждут, когда я пойду возьму косу и буду косить. Ну пойду, потому что что делать? Мы же ходим этой стороной. И нужно прокосить. Вот. Горох мой. Маслица кинем сливочного в горохую кашу. И чуть-чуть я толкушкой примну. Там его 5 секунд помять, потому что он уже весь такой распаренный. Прям распаренный. А Вера похлебала этот свекольник свой любимый. И побежала. Вот. Сегодня погода у нас прям радует, девочки, нас. Солнышко вот вылезло. Мне вот так хотелось бы сесть повязать на эту, на качельку, на воздухе. Потому что уже дожди, дожди, дожди. Они вымотали народ уже. Вымотались все с этими дождями. Ноченька моя еще на больничном. Еще, говорит, 5 дней. 10 уколов ей сделали. Болючих антибиотиков. И 5 дней еще какие-то таблетки будут давать. Потому что, говорит, там где-то в легких, в самом низу, еще у нее булька не идет. Вот как так ребенок заболел летом. Я не понимаю так сильно, что воспаление подцепили. Ну, после моря. После моря, девчата. Вот. А теперь лечимся. Я говорю, вас выпишут. Она говорит, нам 26-го, что ли, обещает врач. Вроде бы как выписать. Я говорю, выпишут. Садик ее сразу не надо отдавать. Привезите ее ко мне. Пусть ребенок хотя бы, хотя бы с неделю окрепнет. После такой болячки. Ну, нельзя сразу идти. Садик. Иначе она может сразу же заболеть просто. Опять же. Заболеет и все. Вот что. Видите, уже цвет меняем. А мы зажарим, прям до зажаренного. Вот. Крышечку сейчас опять закрою. Лишала. Ну, пусть готовится. Сейчас посмотрю, что там у меня во дворе делается, где мой кот. Приходил рыжий кот, а он его не выгоняет. Тот, наоборот, шипит на нашего маркиза. Я говорю, иди выгоняй. Ты же хозяин. Что это такое? Ну, куда-то они оба убежали. Кабы не подрались. Вот, девчонки, горох мой уже готов. Я кинула маслица. Вот масло датаивает. И оно на горячей печке постоит еще. Я сейчас прям закрою. И пусть стоит. Тут и мять не придется. Ну, видите, весь. Вон он. Весь рассыпался. Делаю вот такой вот всегда. Вот такой вот жидкой. Видите, он жиденький. Потому что, когда горохова каша постоит, она всегда загустевает. Печку я отключаю с горохом и крышечку прикрываю. Оно дойдет и будет уже погуще. Вот, сейчас будем молоки смотреть. О, каши варятся. Вот, сейчас уже пошел, девчата, запах на всю кухню. Да. Готовься, готовься. Это даже много. Но, может быть, завтра, я думаю, мои дети придут. А может, и не придут. Девчонка болеет еще. Может быть, мы тогда съездим. Потому что, я, конечно, уже соскучилась по внученьке. Хочется уже увидеться. Вот так вот. Жарим, жарим. И готовим. Пусть обжаривается еще. Закрываю. Кот мой пришел. Вон, сел сзади меня возле ног и намывает гостей. Ха-ха. Так умывается усердно. Маркишка, ты не подрался? Да нет. Да ты моя красавица. Он у нас не дрочливый. Наоборот, дружелюбный парень. Всех любит. Всех обожает. Девчат, все равно немножко специи положу. Чуть-чуть, но положу. Насыплю сюда. Кот рыжий. У меня суп был там. И это, спинки от курицы. Я ему размяла. Пошла вниз. На улицу он хлебает. Если наш еще выначивается, буду-не буду, то тот без разговора начал кушать. Вот так вот. Думаю, надо покормить его. Че ж он голодный. Жалко котика. Чей он, не знаю. Рыженький. И уже приходит, видишь, как все домой. Но не наглый. Просит. Лег перед дверью. Лежит, девочки. Ну, как вот его покормишь? Как кормишь? Вот наши молоки. Маркизик удать? Но он же будешь дать тебе. Мяу. Горячая, Маркушенька. Горячая. Вот сейчас остынет, я вот сюда положу, и я тебе дам поесть, мой хороший. Тоже, скажи, я тоже с удовольствием съем. Немножко недосолено. Надо досолить. Да, Маркиз? Вот возле меня ввесь. Ходит по ногам девчата. Да. на улице так хорошо. Не витрины. Может, коридор высохнет. С коридора немножко тряпки сейчас собрала, выкинула. На улицу выпала скала. Но все равно нас топит. Я вчера соседа спрашивала, у вас топит? Он говорит, а что мы на другой планете живем? Ну, топит. Ой. Топит, девочки, топит. Нас вода идет, идет. Колодец полный. Я вот сейчас не включаю, потому что будет жужжать. Сейчас уже доготовим с вами, и я включу, опять буду выкачивать колодец. Потому что заполняется полный прям колодец. Полный. Так, закрываю крышечку. Ну, сейчас уже доготовится, и я вам покажу готовое. Хорошо? Ну, вот, девчонки, у меня уже все готово. Маркизику дала два кусочка, остудила. Он съел с удовольствием. Тот рыжий кот на улице ест суп и вот эту спинку курицы доедает с удовольствием. Все сытые, все накормленные. Знаете, что хочу сказать? Лучше вперед наливать масло и обжаривать молоки до такого золотистого цвета, а потом все же бросать лук и морковку. У меня получилось как бы протушилось, потому что сок дает, а у меня морковь вперед готовилась с луком. В общем, сделать все наоборот. Можно и так, можно и так, каша не испортится, как говорится. Блюдо не испортится, просто молоки будут румяные, а так они у меня, видите, беленькие. Все уже готово, я печку отключаю. Сейчас я положу на тарелочку моих зайки, и вам покажу, как это все смотрится. Я не буду ложить гороховую кашу, я положу молоки. Вот это я люблю, я сейчас поем. Молоки, лучок, вот такое блюдо получается с морковочкой, с луком, и молоки, девчат, все отключаю. Их-то жаришь очень быстро, они долго не жарятся, но видите, я сделала наоборот, надо было молоки обжарить, а потом добавлять туда лук и морковь. Всем приятного аппетита, девчата. Кушайте, готовьте. Вот мое пюре, вот оно, видите, оно загустевает, когда постоит, оно гуще становится, сюда добавила кусок масла сливочного, это Вера моя обожает, будет кушать, придет. Ну, я желаю всем приятного аппетита, девчат, пробуйте, готовьте, хотите, жарьте, обваливайте молоки в муке, присаливаешь так же, как рыбу, обваливаешь в муке и жаришь на растительном масле, хотите, кусочками, но, я готовлю с луком и с морковкой, это придает особый вкус, очень вкусно пахнет и на вкус это замечательно, всем приятного аппетита, здоровья и удачи, чтобы день у вас сегодня задался, сейчас вам покажу рыжика, видите, косточки все съел, что-то у него, а что у тебя с глазиком, вот целую спинку он разгрыз, вон косточки потом я соберу, выкину и все равно кот ест, вы посмотрите, ну голодный, че, не кормленный кошка, не кормленная, вот он приходит, девочки, у меня сердце разрывается, вот когда я вижу, что животное бесхозное и голодное еще, у него он и ушко, нет, ушко целое, а вот глазик, че-то у него как в глазу, кс-ки-ки-ки-ки, рыжик, рыжик, а тут хозяин сидит, раз спрятался, видите, он у меня недрочливый кот, маркизка, кс-ки-ки-ки, да ты мой, выходи, кс-ки-ки-ки, морковь, все, девочки, наелся, наелся, даже не доел, но те косточки надо собрать, выкинуть в мусорку, все, облизывается, кот, у него вот как рыжик, кс-ки-ки-ки, не уходи, у него что-то, да, глаз какой-то, и уши грязные очень, может быть, болеет, вот почему Веру ругаю, смотрите, смотрите, выходит, выходит царь зверей, маркизка, малыш мой, ну, что ж ты такой у меня, недрачливый парень, он очень дружелюбный, девчата, погода просто шепчет, посмотрите, какое красивое небо, ой, неужели мы его дождались, здесь красивое, глядите, вот там солнце будет заходить, вот там красота наша, а с юга что делается, видите, небо, тучки идут, замечательно, я сейчас поем и выйду во двор, посижу на своих качелях и просто подышу, отдохну, кот пошел, девчата, вон туда в огород, где-то живет и приходит, он понял, что его здесь кормят, маркиз, ты-то не ешь после него, чужой котик, вот это, да, он пошел в туалет, девочки, вот это номер, вот, вот, и пошел, 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 вот вам и кот, вот так и приживаются, вон он, в туалет сходил в огород, сел, да, животные умные, я один вывод только делаю, что он не наглый, он приходит, просит, поел и пошел своей дорогой, девчата, представляете, вон он, вон он идет, но самое главное, что он поел, все, он уходит, а этот мой красавец сидит, маркиз, маркизик, я, наверное, девчата, это буду заканчивать влог, я с вами поговорила, пообщалась, видите, паутина, вот паутина, и паучок засосал туда муху, затянул, птички летят, а там какой-то идет, непонятно что, опять облака какие-то, девчонки, я на этом с вами буду, наверное, прощаться, я с вами пообщалась, мои хорошие, изготовила ужин, так сказать, вам пожелаю всем быть живыми и здоровыми, счастье, улыбок, добра, ровных петелек, кто вязал под мое видео, всем спасибо за просмотры, за то, что вы смотрите рекламу, отдельное вам спасибо, девочки, здесь все буйство, буйство, буйство травки, видите, морковка у нас полегла немножко там капуста, на огород я уже плюнула в этом году, конечно, завтра буду заниматься тропой, ну, а на этом, девочки, всем пока-пока, до скорых встреч, с вами была ваша Татьяна, всем пока-пока-пока-пока,